Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставьте лайк этому видео. Сегодня мы обсудим 5 самых популярных фронтенд фреймворков в 2017 году. В этом видео я приведу некоторое сравнение фронтенд фреймворков. Каждый фреймворк имеет сильные и слабые стороны и свои плюсы и минусы. Ну и также свои конкретные области применения. Фреймворки, которые я буду рассматривать, предоставлены на основе их популярности на GitHub. Ну и начиная с самого популярного, им конечно же является Bootstrap. Bootstrap, несомненно, является лидером среди имеющихся фреймворков на сегодняшний день. Учитывая его мегапопулярность, которая также и растет с каждым днем, все сильнее и сильнее, вы можете быть уверены, что этот инструмент не подведет вас, а только будет совершенствовать сайтостроение. У него хорошая и очень понятная документация. С ней разберется даже маленький ребенок. Текущая версия у него 3.3.7, но уже скоро станет полностью доступна стабильная четвертая версия. Также вы можете уже начинать использовать четвертую версию в альфа-шестой версии, потому что в стабильной версии, я уверен, что не будет кардинальных изменений, либо только по мелочи, либо их может вообще не быть. На момент записи видео Bootstrap имеет 111 435 звезд на GitHub. В следующем моем списке идет Zurb Foundation. Foundation является также крупным фреймворком, как и Bootstrap. Используется он на многих крупных сайтах, включая Facebook, Mozilla, eBay, Yahoo и многих других. Текущая версия у него 6.3.1. Поддерживается данный фреймворк такой большой и солидной компанией, как Zurb. И в целом фреймворк имеет хорошую и сильную экосистему. На GitHub он имеет почти 26 тысяч звезд. Третий в моем списке это Semantic UI. Является он самым инновационным и полнофункциональным фреймворком среди всех в моем видео. Общая структура фреймворков и соглашение об именовании с точки зрения логики и семантики его классов также превосходит другие фреймворки. Текущая версия 2.2. На GitHub он имеет целых 35 тысяч 327 звезд, что весьма хороший результат. Дальше я хотел бы вам рассказать о Pure CSS от Yahoo. Представляет собой легкий модульный фреймворк. Написан он на чистом CSS, что включает в себе компоненты, которые могут быть использованы вместе или отдельно в зависимости от ваших потребностей. Создатель этого фреймворка, как я уже говорил, Yahoo. И создан он был в 2013 году. Он идеально подходит для людей, которые не нуждаются в полнофункциональной базе, а только в отдельных компонентах для включения их в работу. На GitHub он собрал 16873 звезды. Следующий фреймворк на пятом месте это UIKit. Он является небольшим фреймворком, а в использовании им очень легко можно настроить компоненты. Несмотря на то, что он не так популярен, как остальные фреймворки, он имеет тот же функционал и то же качество. Его успешно используют во многих темах WordPress. Он предлагает гибкий и мощный ручной механизм настройки. На GitHub у него 9688 звезд. В целом это все, что я хотел вам рассказать. Такой вот небольшой топ. Если я что-то упустил, обязательно пишите в комментарии. Также пишите в комментарии, как бы вы расширили этот топ, какой фреймворк вы добавили бы или какой вы бы отсюда вообще убрали. Всем огромное спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайк тому видео. До новых встреч и пока!